Всем привет, друзья! Вы на канале Multisport. Сегодня я вам расскажу про очередное свое велосипедное приключение. И было это на ноябрьском локдауне. Я решил, что выходным пропадать. Поеду-ка я на Селигер. Да, снова на Селигер, потому что эту окрестность я еще окончательно не посмотрел полностью со всех сторон озера. И в этот раз я решил посетить его, получается, с восточной стороны. Посетить, наконец-таки, Нилову пустынь. И просто повисеть немножко в своих мыслях, уединиться с природой. В общем, все как обычно. Погнали смотреть! Погода! Ребята, номер один, если говорить про это путешествие. Хочется рассказать вам про погоду. Все дни, по прогнозу, был дождь. Но это меня не сильно смутило. Я наделал водонепроницаемые варежки, курточку, которая сейчас на мне. И, конечно же, бахилы на свои велотуфли. Также с собой я взял, как обычно, палатку примотал быстро к рулю. Пару спальничков захватил, таких летних. И, собственно, все. Поехал. Прыгнул в электричку в 6 утра. И уже в районе 9 часов утра я был на станции Торжок. Торжок – это город, который я уже второй раз видел. Он мне очень нравится. Несмотря на то, что, конечно же, в среднем уровень жизни там очень печальный. Но благодаря вот таким архитектурным постройкам, смесь старины и ушатанности, в общем, позитивного там мало. Но это на самом деле красиво. Церкви, которые полуразрушены, такое ощущение, что попадаешь в какую-то цивилизацию, которая когда-то там существовала. И вот прикасаешься к этой атмосфере. Так что всем советую, если вы не были побывать. Торжок, Старица, Ржев, все вот эти города, деревеньки. Они стоят, конечно, того, чтобы хоть раз в них заехать. Дальше я поехал по трассе, по очень скучной трассе на Осташков. Это дорога, по которой, ну, мало что можно посмотреть. Нет озер, нет каких-то красивых видов. Просто дорога. Кстати, асфальт там в этом году сделали получше. Но ближе к Осташкову он тоже закончился. И начался настоящий русский асфальт, где очень-очень-очень много дыр и трещин. Вот. Поэтому эта дорога была на самом деле скучна. Но я не унывал, потому что первый день путешествия, а всего я их запланировал два, вот в первый день путешествия дождь меня не накрыл, хоть по прогнозу он и был. Поэтому радостный, на позитиве я ехал к озеру. И вот уже ближе к темному времени суток, а все-таки в ноябре световой день в Москве очень короткий. И вот мне надо было до озера доехать 130 километров. И только я подъехал к нему, как уже начало смеркаться. Я достал дрон и решил немножечко посмотреть окрестности сверху. Да, конечно же, озеро просто прекрасно. Все эти кадры, они поблекли на фоне тех эмоций, которые я получил для себя после полета. Ведь только я приземлил свой дрон на землю, как, отвернувшись, чтобы упаковать пульт в сумку, понял, что сейчас за моей спиной случится что-то страшное. Ведь рыбак на своей машине решил просто-напросто проехать по моему дрону и было это на самом деле на моих глазах. И страшно даже пересматривать кадры. В общем, я попрощался со своим летающим другом на самом деле в этот момент, потому что был хруст, было все. И это очень-очень на самом деле неприятные впечатления, ведь терять дрон, это больно. Но я не знаю, какими чудесами и как это бывает, но у дрона была сломана пополам в дребезге, но всего лишь одна лапа. Ее замена обошлась мне в 1800 рублей, с Алиэкспресс пришла лапа и все благополучно закончилось. Так что про мой дрон пора снимать целый документальный фильм. Я назову его «История одного дрона». Собственно, стемнело, мне надо было оставить лагерь, мне нужно было как-то готовиться к холодной ночи, ведь по прогнозу температура ночью должна была упасть до 0 градусов. Я залез в один спальник, потом залез в другой спальник, и в такой многослойной конструкции я планировал провести эту ночь. Друзья, я поставил лагерь на берегу озера Селигер, буквально метров, наверное, 300 до берега, встал посреди поля, и весь день сегодня ехал под тучами, под облаками, а вот сейчас ночью распогодилось идеальный штиль. Будет, конечно же, прохладно из-за этого ночью, но у меня два спальника, я залезу в один, а потом во второй, точнее, я уже в них вот залез. И небо очистилось полностью, то есть звезды у меня, конечно, картина просто шикарная. Вот сейчас сижу, смотрю, любуюсь на звезды. Сейчас пол седьмого, я уже буду спать. Завтра ранний подъем, тоже в 6 утра, для того, чтобы в 7 уже выехать, и крутить, крутить, крутить весь день. За 12 часов план завтра проехать больше 200 километров, поэтому надо отдыхать. Сейчас еще немножко посмотрю на звезды, и буду спать. Что же было дальше, друзья мои, и что же было дальше. Дальше я от холода проснулся. Ну, я вообще проснулся ночью очень много раз, но от холода я встал раньше, вот чем планировал. В 5 утра я уже был бодриком, проснулся, собрал мокрющую палатку, весь, всю ночь шел дождь. Ну, хотя вечером были звезды, да, как вы видели, но потом всю ночь молотил дождь. И так я встал пораньше, собрал все вещи, и по очень унылому состоянию дороги я поехал, собственно, к Ниловой пустыне. Это место, которое я очень давно хотел посетить. На всех фотографиях оно выглядит просто шикарно. Но вот со сломанным дроном настроение, конечно, у меня упало резко, я не смог полететь вокруг этого прекрасного монастыря. Но, тем не менее, я там все равно погулял, все посмотрел, и мне там очень понравилось. Поэтому, ребята, я также советую посетить вам это место. Оно уникально, оно уникально тем, что на одном острове находится один монастырь. Хоть я и в ноябре туда приехал, казалось бы, абсолютно неподходящее время для подобных туристических поездок, но, тем не менее, мне там очень понравилось. Опять же, такие убитые лачуги, дикий контраст, прекрасная природа. Но дальше меня ждал очень долгий и очень тяжелый день. Я даже не знал, сколько я проеду. Я только знал, что в 7 часов вечера мне нужно успеть на электричку. Поэтому мне светило от 160 до 200 километров. И вот, начав двигаться вдоль берега озера, я понял, что очень сильно замерзаю и вымокаю. Вымокаю насквозь. Не спасают ни водонепроницаемые варежки, ни куртка. Шапка, естественно, тоже вся мокрая. Единственное, что у меня оставалось сухим, так это ноги, потому что они были в водонепроницаемых носках. Но, тем не менее, я все еще поддерживал движением свое тепло и решил двигаться по укороченному маршруту. Вместо 200 километров я решил проехать 160 и направиться уже в обратную дорогу к станции Торжок. Конечно же, выбраться мне сначала предстояло из кучи грязи, плохих дорог, красивых лесов. И этот путь окончательно меня вымочил и окончательно меня вымотал. Так, выехав на асфальтированную дорогу, я уже просто автоматически как-то там включил автопилот и поехал домой по снова скучной дороге к станции Торжок. Итак, товарищи, все, кто любит путешествовать, кто следит за моим каналом, я вам рад сообщить, что новый маршрут около озера Селигер открыт специально для вас по ссылочкам в описании на мою страву. Вы можете ознакомиться и проехать по моим следам. И как раз для этого я делаю эту запись. Я снова въезжаю с грунтовки на асфальт. Прокатился вдоль озера, посмотрел Нилову пустынь. Не стал в этот раз заезжать в Асташков, потому что в прошлый раз уже был в этом городе. Постоянно идет дождь. Вот или снег. Ну вот сегодня просто дождь, мне еще повезло. Хотя я, в принципе, по одежде готов и на снег. Дождь закончился. Теперь я, по крайней мере, не продолжаю намокать. Хотя и так уже вымок. Эти варежки висят мокрые. Слава богу, есть еще перчатки. 18.22, а я уже на железнодорожном вокзале, станция Торжок. Ну а что говорить про остаток моего пути на электричках? Это было просто чудесно. Ведь там было тепло, там был телефон, интернет. Все, что нужно одичавшему за два дня туристу. Понакупил себе вкусняшек и сидел их кушал два часа, пока ехал в электричках. Таким получилось это видео, друзья. Я надеюсь, оно вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь, если до сих пор не подписаны на канал. Ну и всем пока!